Печорин Минздрама Московской области Павел Богомолов. Здравствуйте, Павел Олегович. Доброе утро. А вы как считаете, что же было у Печорина, несмотря на то, что это, конечно, литературное произведение? Несомненно, можно предполагать большой круг заболеваний, который приводит к нарушению обмена билирубина. Та самая желтуха, о которой так красиво поведали нам, является проявлением многих болезней. Болезни системы кровообращения, болезней печени, болезней поджелудочной железы, болезней желудочно-кишечного тракта. Поэтому, конечно, в 21 веке диагноз поставить гораздо проще, нежели раньше. Если говорить о синдроме Жильбера, действительно, невероятно распространенное заболевание. Я бы даже сказал, не заболевание, а состояние. От 5 до 10% популяции имеют этот генетический дефект, который я бы назвал не дефектом, о особенностях. Однако мне хотелось бы вернуться к Лермонтову, который описал, что у Печорина была желтизна не просто характерная для желтухи, а он был цвет померанца. Померанец это такой фрукт, ближайший родственник лимона. Действительно ли этот признак является проявлением синдрома Жильбера, вот такая желтизна лимонная? Абсолютно верно. Та самая желтуха, которая является характерным признаком обострения при синдроме Жильбера, характеризуется именно вот таким цветом, цветом очень похожим на лимон. Речь именно о характерном окрасе, связанном с повышением концентрации в крови так называемого непрямого билирубина. Доктор, а весь человек становится такого желтого цвета или только лицо, руки? Все зависит от концентрации билирубина. Чем она выше, тем больше тканей человека прокрашиваются. В гипотологии, науке, изучающей болезни печени, традиционно принято выделять три типа желтух. Желтуха, связанная с избыточным распадом эритроцитов. Это та самая такая лимонная желтуха. Желтуха, связанная с повреждением печени, так называемая паренхематозная желтуха, имеет такой характерный окрас. Желтуха, связанная с повреждением желчевыводящих путей поджелудочной железы. Это такая механическая желтуха, характерная темным, аж коричневатым оттенком. Вот эти три классических варианта желтухи легко дифференцируются, что называется, глазом. Давайте попробуем понять, что же такое синдром Жильбера. Печень – это потрясающая фабрика в организме, в которой ежесекундно происходит более двух миллионов реакций. Все производство белка, липидов, холестерина в частности, углеводов – это все функции печени. Это в том числе орган иммуногенеза. Это всем хорошо известный орган детоксикации. В этой связи просто грех не показать, как это на самом деле очень-очень похоже, но именно так и происходит. С пищей, с лекарствами, даже с воздухом мы ежедневно получаем, ежесекундно получаем большое количество самых разных веществ, которые оказывают естественно неблагоприятное воздействие на организм. Оказывали бы, если бы не было вот этого потрясающего органа, который все это нейтрализует. И можно видеть, что мы влили вот такую темно-коричневую воду, а получаем практически прозрачную. Я хочу сказать, что наша печень гораздо более эффективна, чем этот фильтр. И мы получаем гораздо более токсичные продукты внутрь, но этот уникальный орган не просто до такого состояния все очищает, а обезвреживает до идеального состояния. И нарушение функции обмена белирубина, с которым мы и начали наш разговор, это как раз одна из характеристик того, что в печени что-то не так. Я не очень понял, что такое белирубин. В крови человека содержатся миллионы красных кровяных телец. Это те самые эритроциты, срок жизни которых порядка 120 дней. Есть удивительный орган, у которого множество функций, но одна из функций – это кладбище эритроцитов. Это селезенка. Через 120 дней жизни эритроциты в селезенке разрушаются, и из эритроцита высвобождается так называемый непрямой белирубин, который попадает в печень, с помощью определенных ферментных систем нейтрализуется, превращается в прямой белирубин и через кишечник и почки выделяется из организма. Непрямой белирубин довольно токсичен. Именно поэтому его нужно быстро и эффективно обезвреживать, чем занимается наша печень. А вследствие каких факторов может нарушиться синтез белирубина? Первая причина – слишком большое его образование. Вследствие тех или иных причин красные кровяные тельца начинают быстро разрушаться. Тогда поднимается концентрация непрямого белирубина, и печень просто физически не успевает быстро все обезвредить. Это первая часть. И второй пул проблем, связанных с состоянием печени. Есть уникальный фермент с красивым коротким названием – глюкуронилтрансфераза, который превращает непрямой белирубин в прямой, нетоксичный. Так вот, если по тем или иным причинам активность этого фермента снижается, у пациента возникает та самая неконъюгированная или непрямая гипербелирубинемия, синдром Жильбера в том числе относится к этому пулу состояний. Давайте тогда расскажем о том, на основании чего ставится диагноз синдром Жильбера. Для верификации синдрома Жильбера нам нужен один тест. Это генетическое типирование. Генотипирование позволяет четко ответить на вопрос, действительно ли это синдром Жильбера или нет. К генотипированию приводит стандартный объем клинического обследования. Общий анализ крови для того, чтобы исключить избыточный распад эритроцитов, та самая гемолитическая анемия. Биохимический анализ крови, в котором мы изучаем все показатели обмена печени, другие болезни печени. Вирусологическое обследование, которое абсолютно необходимо в связи с актуальностью заболеваниями гепатитом В, С, Д. Абсолютно верно. Ультразвуковое исследование печени и в принципе достаточно. Дальше мы идем к генотипированию и говорим, да, это действительно синдром Жильбера. Напоминается один случай, который мне рассказали знакомые. У них девочка училась в младших классах, была немножко полноватой. Родители замечали, что учится не очень хорошо, вялость отмечалась. В принципе, была практически здоровым ребенком, но в какой-то момент ей поставили диагноз синдрома Жильбера. Назначили какое-то лечение и, о чудо, девочка сбросила лишние килограммы, стала лучше учиться, у нее улучшилось внимание, усидчивость. То есть синдром Жильбера в ее случае был причиной вот тех расстройств, которые, в общем-то, ребенку мешали полноценно развиваться. Вполне возможно история, хотя речь идет о сопутствующих заболеваниях, которые благодаря обследованию из-за синдрома Жильбера были выявлены и лечение которых было назначено. Синдром Жильбера не приводит к повышенному индексу массы тела, к избыточному весу. Синдром Жильбера только при экстра высоких концентрациях билирубина может привести к какому-то токсическому повреждению головного мозга и, соответственно, снижению активности, внимания, работоспособности и прочее, прочее. Он лечится, этот синдром, или нет? Отвечаю вопросом на вопрос. Нужно ли лечить голубоглазость или кореглазость или блондинистость? Это особенность генетическая. Вот есть этот удивительный феномен, наличие определенного дефекта гена, кодирующего активность этого фермента. С этим синдромом Жильбера люди спокойно живут до 180 лет и в конечном счете умирают от старости или от инфаркта, или, не дай бог, от онкологического заболевания. Сам синдром Жильбера не является основанием для какого-либо фармакологического лечения. Только ситуация, связанная с необычайно резким ростом уровня непрямого билирубина под там 100-180 микромоль на литр, так обсуждается госпитализация с возможным лечением. В остальных ситуациях все проходит само. Был какой-то стресс, была интенсивная нагрузка, был голод. После этого достаточно несколько дней спокойного обычного режима, питания, питьевого режима, физической нагрузки ограниченной, и все придет в норму. Павел Олегович, спасибо вам большое за такой интересный и полезный разговор. Спасибо.